Продолжение следует... 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 Переворачивайся, у нас хрустили мышцы, но это хрустило не в начале, они все равно не нормальные, но они болят, просто щекотка, а не болят, просто щекотка, так и шея у нас болела, сейчас мы будем делать, побачим, так, ну хорошо. Та не, ровно все, хорошо, поехали. Вчера, пусть я до них пропустили, вчера не мялись, не дала уже, пока не... А так ты каждый день уничтожила, да? Да, вчера уже не удерживала, но выключили, тут трое малых, боже, я уже вечером... Вчера? Понятно, ну в общем, малі-малыми, но уже ноги не приклинюют уже, и в коленях не приклинюют. А он мне говорит, когда ты уже постанешь меня мять? Говорит, Тёма, как только, так все разу. Тёма, тебе еще мять и мять, год-два надо мять, понятно? Ого! Ну не мне. Та не, я ж не хочу. Воно может остановиться, это все, если не будешь мять. А так иде, иде, положительная динамика, это вы, когда вы начали ездить? А сейчас наябрь, и воно отпускает, отпускает. А ну по чуть-чуть, видите, каждый раз это чуть-чуть там, это чуть-чуть там. Только вот так и быстро не лечится. Ну не надо никаких операций, ничего делать, уже почти все нормально. Ну чуть-чуть, стопа не такая, ну так уже ноги не приклинюют, уже не хрустят, уже гипермобильность подтянулась, так и что это? Погато. И результат просто против прошлого набагато лучше, хоть ты сама его робила, хоть неправильно робила, хоть слабо робила, но все равно результат есть, иде, иде, иде. Ну опять, бачите, если б машина не сбила, может ничего бы не подсместилось. Не, не, я же говорю, мне кажется, в прошлый раз другая нога была, я кажется, что... Я не помню, какая нога была. Случилось. Я не помню, какая нога была, если честно. Ну вот сюда то, что хрустит все, уберешься. Ноги не ватні? Чи ватні уже? Чуть-чуть. Уже ватні, бачите, чуть-чуть. Ну не так, как раньше, да? Ще ватні, они уже не ватні стоят, не стават, а они уже полгода все равно ще ватні. Вот как отпустят полностью, тогда они ватні не будут. И то, как отпустят не будут ватні, это не означает, что все прошло. Угу. А ты в тих рази полностью ватні ставал, как я все сделаю, да? И руки ставали те ватні, да? Угу. Угу. В общем... Ну когда как, она говорит ватні, когда будет. Так ты слабо робишь, я еще сильнее роблю, они сразу ватні стоят. Ну они не должны не вставать. Ну были раньше дуще ватні. А сейчас чуть-чуть каже, бачите? Ну еще ватні. Правый сейчас зеленостоп, сейчас она быстро піде, проходить. Потом что ты еще сделаешь? Ага. Берешь димексид. Ага. Один к четырьм. Ладонь, да. Ложка димексида, а четыре води. Угу. Не надо два, один к двум, крем, четырьм. Угу. Потому что будут тяжоги, если сильно концентрации сделать. Угу. Берешь. Розколотила, тряпочку, потом навочила, потом все замотала. Замотала, вы полностью этот сустав вот так все, и стопой, и тут же ударилось тоже, и пищевой пленкой на ночь, раз за три делаешь, и все. Понятно? Больше не надо. И сразу, ось как хрустает, понимаешь, тут еще перенапряжено. Чего еще хрустает? Воно больно тут, да? Сразу я чую, где непорядок еще. Оце будешь масажировать хорошо. Но я не помню, тоди воно, воно уже начало сильно болеть, да? Бачите? Оце масажировать. Не забудь, один-четырех демиксировал. Ты только раз ему поставишь, и сразу ногу попустишь. Ну, оно воспалительный процесс хорошо сбивает. Если поправленный голеностоп, если не поправленный, то эффекта будет мало. Ось хрустает воно, и все. Сильнее ноги вать не стало? А та нога? Ну, это наверное тоже, да? Тут нема такого, на оценке. Ну, я не помню, что тогда такое было. Ну, может, после того, что его... Ну, это же эта нога ударена. Ну, это... Может, из-за этого воспалилась эта нога. Воно хрустает. Ну, может, четыре, если оно не пройде, может, четыре. Ну, много его нельзя, потому что там много побочных эффектов. И смотрим, если еще не будет. Воно может начать чесаться или на языке у него демиксироваться. Такое тоже может быть. Ну, это 2% или 5% из 100%. Понятно? Некоторые мне подходят, и он начинает чесаться. А, это в селе нам соседка, и она у меня, говорит, а вернее над ним их сидит. Да, вот это он ей не подходит. Что говорит, я тоже сразу, говорит, вся чешусь. Вот я что-то запутаю. Да, да, да. Вот это же, если так и будет, значит, постоит чуть-чуть. Ну, не меньше, чтобы двух-трих часов стоял. Ну, лучше, если бы он на ночь поставил, а и хай спит. Ну, если часа это не будет. Если не будет жаловаться, что что-то не так. Ну, тут раза три поставили, и все. И сейчас сразу там оно свое дело сделает. Воспалительный процесс быстро пройде. Плюс до того, что я поправил, он может и без демиксида пройти. Ну, демиксид просто ускорит. Длина. Хотя бы на одну ночь поставил. И посмотрите, если ему намного легче стало, что прошло. Ну, может, больше не стало. Не больно? Где у тебя? Тру. И шею крепко тру. Вот тут болит только, да? А шея нормальная? Шея мягшая стала. Все еще. Тут еще болит, да? Вот эти места чего-то растирать. Потому что руки не лягают у него. Потому что тут укорочено и вот тут. Ну, уже набагато лучше. Уже набагато лучше. А бы он еще давался колодцем. А вот ты никому не дам. А вот ты никому не дам. Да, я понимаю, что ты не дам. Вот у меня мальчик. Тебе сколько лет? Восемь. Восемь. А мальчик у меня есть сейчас аутичный. Небалакает. Ему семь. И он дает колодцем. Понятно? Ну, может не кричит. Да, может кричать. Может не кричать. Может. Когда кричит, когда не кричит. Просто ему не больно. Тебе даже больно не было. Потому что ты бы сейчас не чувствовал. Тебе боишься просто. Может попробуем поколиться? Не? Ну ладно. Не так не. Будет дольше просто лечение. Будете дольше ко мне ездить. И сами дольше делать. Но он и так тебя попускает. Бачишь? Тут больно, да? Угу. Мама слабше делает? Угу. Мама слабше делает? Угу. Конечно. Бачишь? А надо вот так, как я. Вот. И то. Процессы. Тут шея начала болеть, да? Хорошо, все. Сейчас мы переходим в другое. Понимаешь? У меня это. Я так вере этого. Это рамного ряда. Угу. 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 А ты ватный опять? Весь стал или нет? Все тело чуть-чуть ватное, да? Не так, как всегда. Ну еще ватный все. Увес уже ватный. Мы еще перед не делаем, но он чуть-чуть. Сейчас я сделаю перед, и он может еще душе ватный стать. Это говорит о том, что еще крепкий и непорядок. Хоть уже подтягивалось все. Но оно еще... Его делать и делать. Понятно? Так что... Приготовлюсь еще тиреть и тиреть. Ваша мама так не делала, да? Это все еще болит. Хоть они уже не приклиняют, но это все еще болит. Вот эти мышцы хорошо. Вот так берешь и пішла. И вот эти тоже. А они все болят. А они все болят. Я же туда не доходил. Он болит и на этой стороне. Вот сюда. Они еще все больные. Они даже могут сейчас еще душе начать болеть, чем раньше. Как значит отходить. А может не душе, но еще болеть пультово. А проверка вот этот ватный стать. Значит еще не порядок. Там легче мышцы стало. Вони другими совсем стали. То они были хрустелые. Снившись. Болит еще все. Вот так ты его вычухаешь. Ну и закинуй так вот раз. Чтобы вот так вот закинул руки, ты пішла, вот так вот, а воно все было лучше, бачишь, хоть там и лучше, но воно все еще было, и руки прошли, ты весь ватный стал, нет? А что, ватный спрошу? Как и было на одном уровне даже, за чуть-чуть, да? Може не хватает просто сенуальной жидкости, это же в него мышцы были фиброзные, они переродились за эти 7 лет, вот, и они позажимали фас, и фас, это как сосудистые нервные пучки, все же кровоток идет, а воно все злиплося, и все же неправильно робило, потому он вот так и был, а как ты его делаешь, что бы, что бы, что бы, что бы, оно оживает мышцы, оживает, сосудистые пучки освобождаются, и начинает все докачивать, и крови, и лимфооток улучшается, и сенуальной жидкости добавляется, и все начинает нормально працювать. Поняла? Вот это больно. Слушай, это у меня сейчас, это яотичный мальчик, но его второй месяц возят, и я его уже обогнал, у него уже почти тут все не болит, только шиа стала сильно болеть, а у него получается тренд, и у него еще все было, ну, той хоть и аутичный не балакает, но зато у него и руки лягают все, и он такой крепкий и больший, чем Артем, понятно? И уже начал короткие слова сказать, с каждым разом лучше, лучше, лучше. Ну, года два назад его привозили в сеансу 10, и он укакывался. Я поработал, он перестал укакываться, а мама никогда, она там английская, школа, она там никогда, и, короче, бросили. Он уже начал некоторые слова тогда сказать. И вот это через два года привезли, потому что не балакает. Ну, укакываться, перестав не укакываться, ну, не балакает. И вот это начало, то однее слово, он уже такой короткий, уже начало, это же у него связки голосовые затянуло, это все до шии не дотонеться до сих пор. Ну, как, уже врублю, но хоть как-то. Вони не могут это делать, только ноги, руки, спину, в шию ему не дают, а я хоть как-то делаю. Ну, он дает колодца, и он сразу пошел в прогресс. Ну, и у него же меопатии не было такой, как-то. У него все четко, по ногам, по рукам. Просто не балакает. Ну, и такие вот, ну, хоть слухаться начал, начал спать, слухаться. А то же, скажут, как по стене в руках, он не слухался. Сейчас слухается, начал уже его хвалить там в логопеде, там занимаются. Ну, только что ж логопеды занимаются, если... Если бы он там какие-то слова не говорил, там слоги. Да, а тут вообще не балакает. И начинаю отпускать уже, начинай какие-то песни уже там моляли в люпах, спевать там что-то. И там работы не початай крайне тоже. Ну, они ж хоть рядом, вот тут 20 километров, ми не ездят. Возят. А вам 4 часа. Усих вот тут забывается, спазмируется. Понимаешь? И в тебе тоже там будет болеть. А, это же ком еще боли. Это ком. Ну, они скажут, что это как долго ехать, то тогда так бывает. Так, потому что ты еще дуще засидываешься, не двигаешься 4 часа, вот так сидишь в этой маленькой машине. И оно же дуще затягивает, потому и ком появляется. А как ты двигаешься меньше? Угу. Потому что растягивается мышцы, под якость. Не сидишь 4 часа. Ну, когда двигаешься. Да. Спокойней стало, да? Жить таким, спокойно. Как оно тогда, как до переда докажу, начинай с уточки прожить, смеяться. И оно сейчас расслабило, ты бы расслабило сейчас, да? Будем так и раз, сейчас на своей волне лежить спокойно. И не хочется и суть пить, да? Угу. Угу. Задумался. Ватни слеленьше стал? Угу. Так на одном уровне, да? Чи прошла ватни? На одном уровне. Ну, не прошла, есть она, да? Чуть-чуть-чуть. Чуть-чуть, хорошо. Это хорошо. И ты их можешь делать, как он вот так сидит, а ты залазишь сюда и тут. И сзади. Ага. Как он будет сидеть. А может, если вот так вот голову, то тут же туда. Да. Та оно долазишь, ты туда, ты поймешь, как сама начнешь туда. Угу. Угу. Угу, это так. Да. Аккулу говорит тебе. Сейчас я только за мышцу возьмусь и он дучше шевелился. Секунд сто процентов. Больного ганта, да? Бачите, еще больная. А дивись, как он уже эту ногу мог. Бачите, она тянута, а то он разу так поднимает. Уже поднимается нога, бачите? Ну, это же она сейчас означает, что он может ее поднять, не тянул вот этот парк. Раньше он сидит только пальцем тянет. Так, вот так говорит, но та еще не идет, вся только правая идет. Ну, может сейчас он ее не тянет. Ну, я бачу, что это лучше пошло. Потому что раньше, чтобы подтянуть стопу, только пальцем большим тянуло. Потому что он лежит вот так, как на цыпочках. Потому что задний, короче. Наших и начало отпускать. Вот тебе он зашевелился. Это тебе только эту мышку я подрогаю, и он тебе сильнее. Ты зашевелился в горлышке, да? Угу. А что, он поднялся, опустился? Угу. А ты глотнуть можешь? Глотается. Да. И глотается назад, да? Угу. Пропал. Хорошо. Хоть глотается. Значит, сладенький был. Ну. Вон может быть важный, сухий, мокрый, с дырочкой, без дырочки. Может в ухо залазить, может в нос залазить. Понятно? Вот такие комы бывают. Это за то, что он спас крепко. Вот все. Бачишь? Ком. Теперь бегает туда-сюда. Теперь бегает туда-сюда. А это ком горлыш. Понятно? А какой он? Сухий, влажный, мокрый? Сухой. Сухой. Бачишь, как четко отвечает? Откуда я это знаю? Да потому, что тысячи у меня с такими комами. И я тебе сразу понял, чтобы тебе помочь, что он зашевелился. А знаешь, как у нас ком лечит? Он же некоторых людей и так дали, что он им жить не дает. Они едят, запивают, потому что не могут. По праву только раз перешел. Некоторым дыхать он не дает. Режут щитовидку, убирают. Лечит хеликобактер. Думаю, что это в желудке. А вот вырезали щитовидку, полечили хеликобактер. А в каком остался? Потому, что не совсем по другой причине. И заспазмил в шейном везде. Ну, не только в шейном, а везде. Ну, тут обе щит просто педагаются ощущение комы боли. Что, еще дождь размерил? Кому перестав, заховался? Ну, чуть-чуть есть. Чуть-чуть есть. Если ехал в печенье, я так втал. Ничего не пил. Да это хоть печенье. У меня если его нет, то хоть я печенье. Хоть не пил, хоть не пил. И он не будет, если мир здесь росла. А если он есть, то хоть что ешь, а он не будет пропадать? Тебе хочется так оттянуть свитер, потому, что тебе как тут дали. Нема такого ощущения? Ну, значит, то не сильно и кому-то. Раз. Вдыхай. Выдыхай. Вдыхай. 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 Ну, тянутся начали. Вдыхай. Выдыхай. Чуть-чуть тянется. Это хорошо, а не тянутся. Угу. Вместе выслаблялись. Вместе выслаблялись. Угу. И у нас сегодня было на своем голове. Ну, таки, как дальше нога вышла. Ну, дальше нога вышла. И не трещать лёгенько чуки над ногами. Ну да, тетка подкинула, я помню. Вот это у нас ударено, да? Еле-еле тепло, иди пробуй. Вот эту пробуй. Та еще холоднейшая стала, а это еле-еле тепло. Как холодно. Ну да, уже месяц. Ну не горячий, как было. Ну вот. Так это просто масляжнул. Понял? Так, а мы тебе не помирали давление. Да, пульс не подивились. Я не помню, была экстасистелия, чи не было. Вообще все разы не было. Один раз только когда-то позапрошли было. Ну вот это только в конце. Вот этого мальчика, что не болакает. Пульс страшный, экстасистелия был. Музбудья сеансов 10-15, и она прошла в него. Это право. Давай на левую. Вот на левую сюда. Давай сюда. Так мы не можем. 77 лет. Ага. Так у него на одни руки. Мы ему операцию сделали. Не мог ходить и лежать. Урязали. Спахал одну артерию, переставили другую. Соединились. У него просто ноги болели мышцы. Ну и что он ничего не помогло. Только дущая нога забилась. И трофические язви. Пошли и не заживали. А теперь я ему отрежу и все. А он так на виду не носил, что ему 77 лет. Он не мог лежать. Он не мог вообще сидеть. А то он там кемарик. Только поправил раз, он уже с первого сянца мог лежать. Лучше, лучше, лучше. Не надо ногу отрежать. Он говорит, что вы переживаете. Он сейчас сколько протезов всяких поставит. Да, конечно. Ужас. Так мало ЦУ зробили за 60 тысяч. А потом одна сторона заживала быстро, а другая пів года заживала. 200 тысяч ему обошлось. И потом как-то так дрезали. Равномерно бьет. 66 пульс. 100 на 69. Но это для него великое давление. Ну может, что сейчас погода. Он мне от него зависимый. Но пульс 66 и плавно бьет. У него здесь должны таки 90 на 60. 85 на 50 еще. Вот таким таки вода. Понимаете? Угу. А вообще им вообще не хочет дитям мерять. Через рану. Да, через рану, так. Ну сегодня по меру. Так, Тьома. Вставай. Сейчас ты как раз расслабился. А теперь поднимайся, как ты ходишь. Вставай. Так они вообще не приклинили к нему. Сейчас он так их и не поднимает. Я же говорил, он не всегда их так поднимает. Ну и так уже, глянься, пошел четко. Бачишь? Уже не приклинили ноги. Иди сюда. Подождите. Подождите. Ноги не приклинили. В прошлый раз он не приклинил. А сейчас перестав их и поднимать. Это не говорит о том, что все прошло. Тут много работы. Здесь, подождите. Вот так. А ну-ка, сиди. И так. А ну-ка, куда головой поворачивается. Ох. Вона же у него поворачивалась, очень плохо. Сейчас уже почти до плеча. Ну вона должна милость за плечо борода заходить. Ну уже до плеча хоть достоять. Хорошо. Так что рука поднимается, раз, вот рука, хреново, вот так поднимается, а вот так все, бачишь, она должна так заходить легко, бачишь, а в него все дальше не идет, заведу то, что тут еще все укорочено, чухать его еще и чухать, поняла? Все, все уводим, а ты иди сюда, так голова была сейчас? Да, а что еще было? Ничего, ну садись, ты давление меряешь, а как это давление? У меня 115 на 75, так это высокое, то я должен 100 на 60 отключать. Я равную мерку, 110 на 70 больше, это высохе все равно, ну если тебе хорошо будет, то и ладно. Так, хорошо, я думаю, будет больше, есть, ну-ка садись, раз, закипывайся, он поварочит, Тянет, не тянет, лоб уже сюда, сейчас поворачивает, что дальше стало поворачиваться, значит, хорошо. А он идет в эту сторону лучше, а в эту хуже. Примерно одинаково, может тугше ты бил в правую сторону, а по зазорам я бачу, что одинаково. А вот мне сюда легче, а с головой что-то сейчас поменялось или нет? Чи уже не понятно? Не понятно. Не понятно, это же. А что, куда-то сюда что-то... Пошло, да? А что, может шапочка на голове появилась, может мурашки начали? Голова не закружилась, ничего. Чуть-чуть, но... Чуть-чуть. Ну так, может, по рукам, может, по ногам что-то спешло. Что же сейчас? Ой, голова не закружилась. То есть тебе вот такое что-то случилось? Да. Перестало говорить? Не понятно. Ну не понятно, это значит уже хорошо. Ты бишь болел от друга, понятно? Ты бы в духе не мог. Что? Ничего, я бы тебя проверяю. Вдушу хоть. Что сейчас? Чуть-чуть утрену. Все будет. Сейчас тебе уже размирить, начать трусить, не бояться, понимаешь? Вроде ничего не делал. А все равно? А все равно уже покупает. Вот тут вот с какой-то точки началась. Болит? Угу. Там поясница была смещена, я поправлю, сейчас оно по-другому, понимаешь? Вот, отдохался. Ну ничего, нормально. Все нормально. Если я начинаю пулить, значит надо ехать лечить. Специально сделал, чтобы приехала, полечу. С Покровской-то ближе сюда ездить, чем с Полтавы. Вот куда ездить? Ну, с Покровской, с Донецкой области. Если нет у нас, все равно там. Нет. Тут. Тила. Тот.